Это событие, которое действительно оставило и в сердце, и в душе, и в сознании человека такую, знаете, оставило и боль, и такое сознание того, что ну нельзя больше так воевать. Мы думали, что это неделю, ну месяц, а потом всё, мы не пустим на это. А оказалось, что четыре года делась война. Четыре долгих года оставили шрамы на сердце Василия Ефимовича Березнёва. Беззаботная юность, планы на будущую жизнь, профессию, увлечение раскололись под напором войны. В 16 ему пришлось взять в руки оружие и спустя всего лишь месяц подготовки видеть в прицел автомата не учебную мишень, а настоящего врага. Всему остальному научила война. Она была разной. Конечно, изменился. И изменились многие взгляды, многие оценки. Многое то, что раньше понимал по одному, сейчас по другому. А сейчас ведь информационная война идёт. Сейчас только льют всякой грязи, всего вранья, всего искажённого. И в этой вот огромной массе всего надо найти правильный выход, правильную оценку, чтобы не ошибиться. Не ошибиться, как ценно это завещание для современного поколения и как важно относиться к нему с позицией понимания мировых реалий. Когда, используя интернет-пространство, идёт глобальное манипулирование пониманием событий Великой Отечественной войны, потомки героев из разных стран бывшего Советского Союза объединяются во имя мира и общей памяти. Мы с Москвы. Мы на 9 мая сюда приезжали. И вообще каждый год на 9 мая куда-то ездим, стараемся с детьми выезжать. На Курской дуге уже были. То есть периодически ездим, чтобы дети помнили нашу историю, не забывали. 22 июня, день начала войны, так связал, нас не разделить. Нет ни русских, нет белорусов, украинцев, казахов, никого нет. Все были солдатами, советскими солдатами. Надо передавать это всё дальше, следующее поколение, чтобы помнили и знали. Страшно даже представить, когда люди мирно жили, танцевали, они думали, жизнь только начинается. И вот ночь, и жизнь закончилась. Ну, это страшно. Тяжёлый, так сказать, день, если по правде. Если начинать вспоминать, значит, всё то, что пришлось пережить на деле, и до сих пор так сказать, очень отпечаток на сердце остаётся, понимаете. Ночь с 21 на 22 июня. Сегодня здесь в качестве исторического экскурса воссоздаются события последних часов мирной жизни, которую в один миг прервёт война. Это трагическое событие в жизни большого государства, Советского Союза и, конечно, Республики Беларусь. Но вместе с тем здесь, в этот день, вот в эту ночь, в первые часы войны, было показано нашими воинами мужество, героизм проявлен. И было понятно, что не удастся уже с первых минут, когда гитлеровские оккупанты пришли на нашу землю, что они её смогут завоевать. Стены крепости хранят тишину, чтобы помнилось каждому вечной жизни подвига и скоротечной судебте, кто не сдался врагу. Эти строки я написала несколько лет назад впервые, посетив митинг Рейквем в эту же трагическую ночь. Да, сегодня здесь не полыхают залпы орудий, а дихий бег времени прерывает лишь минута молчания. Кажется, что даже руины плачут по погибшим здесь героям. Количество погибших в крепости в первые дни войны до сих пор до конца неизвестно. Среди первых принявших на себя удар пограничники. Символичная эстафета вдоль границы стала красивым завершением мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала войны и столетию образования органов пограничной службы. А цветы, опущенные на водную гладь буга, ещё одним подтверждением преемственности поколений и памяти о подвиге. Пограничные войска, как одни из немногих, находятся в постоянной боевой готовности. И эту готовность нужно постоянно поддерживать на должном уровне и совершенствовать своё мастерство. В этом мы видим свою главную задачу, в этом мы видим наш долг перед нашим народом и наш долг перед теми, кто завоевал для нас мирное право сегодня жить, трудиться и служить. До сих пор установить многих погибших не представляется возможным. Сегодня во имя павших у подножия монумента цветы от благодарных потомков и зажжённый огонь, как символ вечной памяти поколений. По-особому чувствуется огромная разница между нашими мирными днями и временем военного лихолетия. Особо понимаешь сегодняшнюю цену счастья спокойного летнего утра, за которое 77 лет назад стояли насмерть защитники крепости. Но та война принесла с собой не только смерть, страх, голод и отчаяние. Уже в первые её дни проявилось небывалое чувство патриотизма и сплочённости советских людей. Время неумолимо бежит вперёд, оставляя позади так много важного. Всё меньше становится и свидетелей событий той войны, которые, как никто другой, знают, что нужно сказать будущим поколениям. Сегодня их эстафету принимают дети, внуки, правнуки. Здесь погиб мой дед, и мы вот поэтому в первых рядах сюда приехали, попросились, взяли путёвочки, приехали. Последний раз я был тут в детстве, школьником ещё, жена тоже. Вот и приехали, почти память. Берегите мир, старайтесь укрепить страну, укрепить мир, дружбу между народом. Если будет дружить народы, и не будет войны.